Ну а в данный момент в времени буду счищать шпаклевку с вот этой короны. Опять же, может кто-то скажет зачем, зря просто деньги переводишь. Тут на самом деле все просто. Ну, во-первых, я вот эту стенку выровняю, она была неровная. И здесь нужно сейчас выставлять угарок перспонированный. И выравнивать эту стенку к 90 градусов. Сейчас она у нас вот так вот неровно. То есть тут где-то больше сантиметра перепад. Внизу еще больше. То есть она у нас вот так вот завалена. Когда у нас будет вся полностью сделана геометрия помещения, тем более у нас такой потарок здесь, то это все вылезет. Ну и почему я, кстати, первым делом начал именно с выравнивания стен. Потому что подорог мне нужно будет размеры снимать от стен. То есть если у меня будут, скажем так, кривые стены, то я в итоге могу и налететь с подорогом. Поэтому прежде чем делать подорог, мне нужно выравнивать полностью все стены, которые я вижу, что нужно выравнивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот настолько был завален угол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А в конце бы это все вырезало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а вот здесь почти нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас получается вот эту выравниваю, и потом уже делаю угол по вот этой стороне. стороне будут такие вот выступы и внутри будет гореть светодиодная подсветка с одной и с другой стороны телевизор будет метр вот где линия то есть вот это будет выступ потом отсюда мы берем метр наращиваем то есть это вот по рисунку здесь метр и еще то есть вот это вот отступ это 25 сантиметров то есть вот здесь 25 сантиметров отступ и вот здесь 25 сантиметров отступ теперь смотрите стенка у нас из по загребневой плиты буду я использовать профиль 50 на 40 50 на 50 50 на 40 это вот этот направляющий так он выглядит и 50 на 50 это так называемый стоечный профиль выглядит он вот так так первым делом я прививаю направляющий профиль по стене и у нас как раз здесь получается лист гипсокартона с одной и с другой стороны но возможно где-то придется подтянуть теперь я отчерчиваю с каждой стороны тот лист прямо прикрутиться сюда и вот сюда вот к профилю профилю так вот обрежется так ну а здесь уже с учетом того что будет лист гипсокартона ну давайте уже на том покажу примере здесь уже все очерчено то есть получается первым делом отчертил до скольки будет сама вот эта стенка из получается 25 сантиметров потом отсюда у нас метр с учетом того что примерно в районе метра будет телевизор то есть место под телевизором телевизором вообще встанет вот сюда вот далее то есть у нас вот здесь у грубо говоря метр и теперь отсюда 25 сантиметров так 25 сантиметров тоже отмерили с этой стороны 25 с той стороны 25 и теперь уже внутри вот этого вот прямоугольника начинаем отмерять то есть вот смотрите вот это вот для профиля то есть вот это плюс лист гипсокартона теперь отсюда отсюда внутрь берем под лист гипсокартон 1,2 сантиметра 1,2 сантиметра 1,2 сантиметра 1,2 сантиметра отступаем и вот у нас под углом 90 градусов отчерчиваем на величину 15 сантиметров то есть 15 сантиметров вот она это у нас уже чистый размер то есть от него нужно отступ сделать внутрь для листа гипсокартона вот это опять место будет под профиль так ну и потом то же самое делаем угол вот здесь вот так ну и смотрите вот дальше что здесь потом будет то есть когда я вот сюда прибью профиль сюда 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 вот здесь скорее всего у нас будет стоечный профиль стоять то есть он пойдет вверх вот это место будет гипсокартоном закрываться и вот здесь вот будет примерно где-то обрыв и здесь просто будет уголок обычный уголок алюминиевый который будет как вот так вот он встанет и закроет вот эту всю часть то есть вот здесь еще будет профиль а дальше просто уголок и все уголок мораживается и то есть туда уже как бы почти ничего не будет видно а оттуда уже будет светить светодиодная подсветка в этом месте вот просвет вот через него будет светиться эта светодиодная подсветка ну вот как-то примерно так сейчас я буду все это собирать наверно когда соберу покажу что у нас получилось и так включаем разорный уровень и сюда будем прикручивать профиль и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сделал подрез для листа гипсокартона, который вот так вот встанет туда и будет сюда прикручиваться к вытюлю Вверху то же самое Сейчас лист гипсокартона сюда прикручиваю и с той стороны прикручиваю И обязательно чтобы было все по уровню Что так, что так Так, ну и здесь тоже сейчас буду делать, прикручиваю гипсокартон Гипсокартон Так, продолжаем Прибиваем вот такой вот кусочек направляющего профиля 50 на 40 И сверху то же самое Далее через гипсокартон прикручиваем один профиль к другому И теперь берем еще один профиль И вставляем его Дальше у нас вот сюда прикручивается гипсокартон Гипсокартон вот изнутри он будет приклеиваться То есть вот такая толщина гипсокартона Придется его чем-то промазывать клеем каким-то И прямо вот к этим вот профилям приклеивать Так, вот здесь вот обязательно нужно серпянкой будет проклеивать Опять же, прежде чем все вот это вот здесь зашивать Ну хотя посмотрю Здесь, наверное, я наклею гипсокартон А дальше уже не зашивая пока вот это место Придется вот здесь проклеить серпянку Иначе вас потом здесь потрещит А тут все равно как где-то может быть видно будет Здесь вот гипсокартон не забывайте будет То есть у нас будет вот такая вот щелочка всего видна То есть чтобы именно под подсветку Потом светодиодная лента будет здесь крепиться Тоже крепиться будет до того, как вот здесь зашьется То есть вот эту внутреннюю часть нужно будет сделать полностью Зашпаклевать, заштукатурить, зашпаклевать Покрасить или там что-то Ну здесь, наверное, покраска будет такая-то И после покраски уже наклеить вот сюда вот светодиодную ленту Ну и вот так вот потом уже здесь устанавливается гипсокартон Также шпаклюется и так далее, и так далее То есть вот это нужно все делать заранее Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok